готовы по готовы давай всем привет с вами артур и рядом со мной настя девушка который вы видели во многих видео а также у нас есть свое шоу вот здесь вот на втором канале шоу называется не звезде приходите туда если вы не смотрели обязательно посмотрите там а интересные гости самые коварные вопросы и шикарная настя вместе с настей и жене между прочим у нас за кадром он появится здесь на моем месте мы пришли сегодня в ресторан азиатик потому что в инстаграме в инстаграме я проводил опрос какие обзоры вам интересные новые заведения старые заведения за городом в городе и так далее поэтому исполняем и первое блюдо которое у нас уже на подходе это там я обожаю там я мы обожаю там я мы где есть возможность покушать там ям я всегда кушаю там я стыдок и я заметил что в кишиневе они делают не 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 такие острые как они должны быть потому что там я должен быть острый азиатская замок грибы помидоры черри зелень креветки раз два три четыре я тоже люблю с рисом но у нас сегодня ситуация так для начала где креветка привет иди сюда будем пробовать хотя нет начну начну с бульона открою секрет артур даже когда не снимает он кушает еду также абсолютно попробуй попробуй по бульону на свете вкусненько не хватает кокоса но вкусненько вкусовым качеством то есть бульончик очень насыщен креветочка огонь мне нравится что она уже без хвостика потому что меня бесит когда в том ям ставят креветку с хвостиком и ты суешь руки в свой суп и кусает креветку и почистили так давай я все вместе попробуем на самом деле в нашей замечательной столице именно в городе кишиневе настя в детском ям по-итальянски нашей столице на молдове городе кишиневе я вот на самом деле том ям который вот именно я люблю я не ел нигде каждом том яме есть своя какая-то фишка сказать что это эталонный там ям я не скажу этого сказать что он вкусно он вкусный он наваристый имеет определенные интересные специфические вкусы лемонграсс здесь чувствуется креветка не резиновая почищенная без хвостика грибы также со вкусом мне этот том ям нравится что мне еще нравится о том что там дополнительно лежал получается кусочек лаймы зеленый лук и острота можно да можно было все это добавить и соответственно было бы еще немножко острее и пряне настя он не сильно насыщенный он должен быть по насыщению том ям это суп который насыщенный ты пробуешь ты чувствуешь кокос ты чувствуешь лемонграсс ты чувствуешь все остроту острота такая что у тебя немножечко хотят вы выйти с лёски я не знаю где пробовала том ям настя но настя у нас из дубаёв может быть да она она пробовала очень вкусно там я ну я тебе скажу этот вот не хуже самый плохой кишиневе том ям я пробовала говорите а заведение салат называется там есть они делают том ям да у них есть том ям я удивилась я его попробовала а там вот эти вот малюсенькие креветочки знаешь вот эти вот маленькие которые только коктейльные и рис и все больше ничего там не было ни грибов ничего там я не знаю может быть знаешь почему может быть если вы вместо лапши здесь был бы рис тебе понравилось больше нет отец дело не в лапше лапша кстати очень офигенская она там не разваренная ничего она была просто в идеальном состоянии на это хинкали в бульоне нам сказали что такого в кишиневе вы не найдете если найдете пишите обязательно комментарии где ну да я тоже свой как она пахнет вот это за больше на замок похожи здесь у нас раз два три четыре четыре маленькие хинкальки кунжут плавает плавает зелень но выглядит красиво прям по азиатски выглядит даю твою ложечку можно конечно настя тоже кушать с нами из одной тарелки и 1 ложкой это по прейду эстрагон да кстати получи похож на эстрагон тесто куриный фарш имбирь масло кунжутная базилик специи зеленый лук здесь не 4 здесь 5 хинкали ну 5 так короче поешь ну мы называем хинкальки знаете что это родители родители родителей всех пельменных вещей ну хорошо здесь 5 мамочек это самое первое блюдо которое мы привыкли называть пельмени из них появились кумы а потом земля солнечная система и все дела и пельмешки а там его очень горячо кинкальку типа прокусывать выпивать но она в бульоне поэтому я думаю что не имеет но видишь сразу пройдет бульончик у меня фарш нравится прикольно что он как я до 4 на 7 пока настя страдает я могу сказать о том что вот такого блюда я точно не ем никогда в кишиневе и точно не ем никогда в своей жизни потому что это очень интересный как бы да это вариация на тему супа с фрикадельками не с пельмешками который мне готовила когда-то мама с папой в детстве но здесь очень прикольно по специям вообще вкусно интересно стоит попробовать мне 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 нравится мне нравится это вот лучше во-первых сам бульон потому что вы мы не так и не поняли какие здесь специи но очень просто просто сочетание кунжутного масла у меня приходит кунжутное масло уже в конце то есть сам вкус кунжутом приходит ко мне в конце а вот поначалу вот именно вот этого штука когда значит сочетание вот с базиликом а мне интересно без базилика никуда они внутрь фарш кидают прошу вот это это не базилик это зеленый лучом ну да за тебя не фарш басили много но по фаршу интересно но очень много мяса внутри соответственно очень тонкое тесто и купе это блюдо очень хороших с похмелья сойдет с похмелья залетит и кстати вот здесь будет ссылочка в описании а вот здесь будет выпуск в котором артур попросил всех подписчиков и которых еще не существует чтобы до августа месяца мы набрали 5 тысяч подписчиков их всего 5000 это буквально не 4 дома возле вас все ходите ко всем попросите а мы вам вкусно что-то дадим 5000 лей до пять тысяч не разыграем на 5000 подписчиков откуда у вас столько денег девочка ты много не знаешь соответственно сам удон дальше кусочки мяса овощи лучок есть яйцо короче все отлично попробуем телятину очень классно нежнейшая просто и ушла это же не надо снимать как он очень классно сам удон на самом деле когда кушала удон такие удоны где-нибудь по типу васаби все дела ужасно всегда была приготовленная телятина ее не прожевать не съесть ничего ты ее просто глотаешь а здесь прям ты чувствуешь а да не переваренный не переваренный наконец-то хоть где-то по специям шикарный приправленный сделанный поджаренный остринка в самом-самом концерт приходит по крайней мере это вкуснее нежели то что мы ели это самый вкусный удон городе я уверена на сто процентов потому что все удоны которые я пробовала это ужас особенно удон из чего это просто не знаю пусть меня хейтят короче тут такое мясо что его хочется съесть все ой спринг ролл я люблю особенно когда спринг роллы с мясом внутри они с мясом внутри с курицей как-то видео там девочка пахнет хорошо да да а ну ты у нас как обычно без соусов сначала я сразу и я его сразу поэтому где мясо вот она ответила на твой вопрос но не хватает нас по моему так может это обычный спринг ролл здесь вот здесь есть мясо вот она курица нежная вкусненькая но я мало овощи перебивают вполне возможно что они не хотели делать из этого какой-то кебаб и они решили просто добавить нотки мясо и оставить сам смысл этого спринг-ролла что он в принципе спринг-ролла не должны тебе от мяса если здесь заявлено что это спринг-ролл с курицей то мне хотелось бы здесь чувствовать и вкус курицы потому что у меня здесь вкус овощей тесто не чувствуется с соусом намного вкуснее но не знаю мне нравится мне нравится что она так хрустит сладенько и не сильно крошится и ты кушаешь его макаешь в этот соусочек и вроде знаешь что там есть мясо но там его немного и типа папы но не папы но это курица ну а сейчас магией моих ладошек здесь появится женя раз-два-три видите как я умею а сейчас здесь появится миллион долларов ну какого красота но на самом деле мне кажется что он не перебьет этот удон который мы съели почему уверена почему-то да во первых потому что здесь креветки ты не любишь креветки да нет я люблю креветки просто скажи что они беспортовая херня теряйте на получше девочки которая дать абсолютно всему радуется прикинь какой цветочек ствол такой красивый я тут наматываю что давай укроза вкусно дон тоже соус липкий новое описание кухня во первых он сладенький соус сладенький но с какой-то кислинкой для меня человека из бессарабки слишком много ингредиентов вот артур знает отношение креветки она очень разное я не считаю что это пути по добавить какого-то вкуса просто потому что вы любите креветки да это хорошо кешью очень круто все достаточно умеренно и просто для меня но лапша святая женщина лапша там просто нереально крутая она очень прикольно разжевывается она не рвется не ломается она растягивается она вот вот знаете когда бог выходит на воскресенье утром на крыльцо а у него крыльцо есть вот этот прохладный воздух летний с запахом трав вот такая лапша они используют и как они и конкретно варят чтобы она не переварилась и чтобы она стояла и все равно была в таком хорошем состоянии я не знаю что делать ну мне остроты не хватает еще да нет нормальненько мне зачем все было сильно остро скажи лапша просто топчик он очень там очень много всего понимаешь друзья я хотел бы отметить еще один момент дело в том что когда мы делали заказ нам подошел официант искал из оригинальности нашем заведении если только блюдо но и соуса на которых готовят всевозможные блюда азиатской кухни и подают поэтому здесь оригинале соусов также оригинальность бургеров потому что как нам сказали здесь своя булка то есть готовят свою булку вот это прикольно потому что булки по кишиневу мне надоели особенно я долго жду когда в кишиневе открою тебе показалось давай я уже долго ждала когда в кишиневе откроется заведение которое будет подавать мини-бургеры то есть я а было заведению какое кстати саша мой любимый повар тебе привет когда был в нобеле вот таких вот три бургера выносили это было гениально и вкусно с вкусными космосной котлетой внутри ну да было такое давай пробовать смотри у них есть специальные лампы чтобы еда не остывала на раздаче так прикольно с очень рассеянным вниманием девочка пробуй это не бургеры ясное дело это японский бургер да да ой вкусно и утка тоже классно мягко да ну я не чувствую это прикольно он очень прикольный он оригинальный булочка жареная в этом оригинальность она не пережаренная то есть не чувствуется вот этого перенасыщения не полезной еды а я просто олицетворение полезной дырки же могу вам сказать следующее очень оригинальный внутри мяса разрезана филейная часть не фаршевого состава а именно филейная часть и это утка она всегда вместе с телятины гуляют у меня вот здесь во рту и наслаждаются солнцем и радостью поэтому когда терять и на попадается мне или утка особенно вкусная я говорю зеча но то бене но я бы не согласилась же не что это олицетворение какого-то здорового питания или папе булка все-таки она жирная прям вот тыру держишь ее руками вот она жирная каутка шикарная мягкая ненавижу мясо с прослойками и очень часто в заведениях подают утку с какими-то непонятными прослойками что ты живешь но ты чувствуешь ты вот тебе на зубов попадаются какие-то части мяса только не можешь нормально проживать тут она вывода тебя попадает в рот несмотря на то что здесь есть рукава сидела она пропадает в рот и вот просто растворяется у тебя там и попадает желудок тебя даже жевать не обязательно ты просто откусываешь она сама там делает свои процессы и попадает желудок научилась крыльев китайском стиле именно стиле я обожаю китайские соуса и вот эта комплектация жареного холестеринового такого запаха пекина крысы восторженной толпы вот когда ты пробуешь ты должен почувствовать вот это вот насыщенность калорийность но вкусность в первую очередь давай 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 ты первый давай я руками это будет настоящий китаец я когда вижу что кто-то кушает какие-нибудь крылышки ножом и вилкой мне кажется подойти дать пощечину просто лесос какой я слушай брат персик просто от кости как отходит просто она впиталась в женю мясо просто сломок сосалась спасибо во первых они в карамели просто я даже в соус не хочу махать мне кажется но и без соуса настолько вкусная зажиг на китайском будет хорошо а сначала без соуса попробую а потом помогает слышите я когда я я не ожидала что будет так вкусно я просто не ожидал наконец-то открылась классная японская кухня азиатская простите да азиатская кухня в кишиневе это не может быть это кто-то с головой к этому наконец-то подошел болью это корочка это просто 85 леев за блюдо которое я своей жизни попробовал первый раз безумно уважаю и обожаю китайскую азиатскую кухню я вам скажу честно что эти крылья они абсолютно необычные и в то же время обычную ну короче соус который подается я бы просто его пил бы по большому счету то есть даже не просто макал бы а прям запивал бы таким соусом он очень вкусный в чем фишка эти крыши они остались внутри сочные отходят от кости в меру суховатый в меру сочный и сверху корочка которая есть карамель она карамель вот как звучит слова карамельная так она и слышится по вкусовым рецепторам это блюдо стоит сюда просто прийти и перепроверить мои слова 85 я все 11 по 10 баллов это круто это очень ваше здоровье сладкий да вот здесь бывает такие моменты когда еда лучше чем секс вот тут походу так если кому-то что-то не хватает жизни придите в азиатик и покушайте ну и конечно же как не обойтись в азиатском ресторане без японских скрученных штук роллы роллы на руку мне кажется что после всей этой еды роллы нам нибудь не покажется чем-то супер необычным но посмотрим по рыбе я хочу кушать так как я люблю кушать я еще обычно ставлю сюда много васаби на самом деле реально есть ощущение что это прям свежая рыба не ну слушай мне но все также растекается во рту ресторан вот я вот знаешь как всегда бывает вот они открываются делать все очень вкусно очень классные свежих продуктов а потом со временем он начинает как-то говнится самое главное самое главное так вкусно так классно как там трех поросядов отлично на там жевать даже нечего ты просто языком к небу три раза приставила сегодня мы проходим отдай по 10-бальной шкале это восьмерочка потому что авокадо много семга чувствуется как тунец типа свежая вообще перепутал думал там тунец уголь сверху уголь ну это тут ничего нового просто уголь я скажу по поводу роллы потому что что же не что настя они как бы сформулировали но как-то не до конца обжения начала говорить о том что а это не семга это тунец вот такая семга свежая как тунец короче очень вкусная начинка маленькое количество риса как настя сказала он не разваливается он не переварен и он не супер вот такой вот сухой клейки да она сыр сливочный нас личный по вкусу авокадо шикарный как я люблю вы могли видеть о том что как же не сказал он большой он расплывается он просто превращается в пасту сама семга реально вкусная свежая у у нее есть вкус и уголь копченый хороший вкусный слабо это достойный достойный ролл канада который я ел у нас в городе и моя оценка есть и мне вот тоже понравилось о том что есть розовый имбирь крашеный есть белый имбирь еще раз напомню уважаемые суши рестораны ресторан японской кухни так у нас фондан с чаем матча смотри нужно сравнивать фотографии реальность штаб на фотографии прям видно что ты его раскрываешь он растекается можно но нет давай ножик возьмем так давай давай так никогда не заказывайте этот десект на двоих или на троих это в одно рыло был бы бабой дал бы это как будто сгущенка смешанная с этой мальчик здесь не шоколада и я первый раз жизни возьму свои слова обратно то что у меня такая теория что если в десерте не шоколада это не десерт в общем но это прям топчик ради этого десерта стоит даже не просто приехать из одного района другой ради этого десерта обратите внимание данный эксперимент прошел удачно так приготовили что девочка на первом свидании облизывает тарелки я думаю я все показала тут даже слов не надо очень вкусно очень вкусно он еще тепленький тоже растекается во рту наконец-то в кишиневе вкусно готовят не может быть он так классно выглядит это типа интерпретация морковного пирога здесь еще сгущеночка это только для артур уже съел их три было что это морковка но не морковку очень необычно и очень вкусно вкусно необычно я не могу понять что там я могу только понять крем которым облили его что внутри я не понимаю но это очень вкусно знаете я скажу по поводу десерта если бы мне не сказали что он морковный никогда бы в жизни бы не ловный он морковный это морковный десерт морковку все равно я я не люблю морковку я всегда чувствую и вот этот запах и вкус где-то в любых блюдах а тут прямо просто морковочка отбуду как картошка знаете вот эти вот пирожная картошка только намного мягче намного межнее и не шоколад и не картошка и так пора подводить итоги мы все попробовали все эти блюда я не знаю сколько их точно мы заказывали изначально 6 а сколько их было в конце я даже сбился со счетом короче не в этом дело дело в том что сегодня не оправдал твое ожидание насть там я только там я чтобы насыщенности мне не хватает насыщенности прошла пробовали на такие вкусные камьяна более насыщенные чтобы текстура самого бульона она не была водянистая она вот была бы по типу крем-супа только более более водянистая я не говорить на кулинарный язык скажи просто жирнее на варисе скажи жирнее жирнее что тебе не оправдал сегодня ждали но если быть честным на самом деле я скажу что вот блюдо где принесли мне там много ингредиентов для меня там было слишком много ингредиентов и поэтому я потерялся во вкусах и я не четко не понял что конкретно я поел но лапша которая была внутри она была топчиком то есть я бы не сказал бы что это не оправдала но уже не ожидал но оно такое типа восьмерочка а я могу сказать о том что мне сегодня не оправдала ждали это спринг-ролл да потому что наверное я человек избалованной шаурмой мне хочется вмяться побольше и курицу побольше а получается так что в спринг-ролле курицы для меня было очень мало потому что сколько у тебя выпусков про шаурму блин конечно сделай столько же выпусков про спринг-роллы тогда поговорим было бы столько заведений которые готовят нормальные спринг-роллы у нас в Кишиневе можно было бы еще и проходить поискать окей теперь жени что у тебя сегодня в топе блин это очень тяжелый вопрос самый тяжелый вопрос давайте 22 скорее всего да два даже сюда даже и три можно давай так начнем с конца десерт фондант он невероятно вкусный он насыщенным вкусом чая сладкого легкого свежего вот так вот все внутри вот необычно и наверное из блин я не знаю даже не все понравилось ну клянусь мне все понравилось оно прям все было на одном уровне я не могу выделить ничего потому что оно все на очень высоком уровне с точки зрения давайте так я скажу так с точки зрения ингредиентов они все были на сто процентов они все были очень высокого качества приготовлено было все очень круто окей я скажу что это суп то у меня потому что вот это надо слушать это тоже баба баба и своим языком это вот это начинается начало и конец да все все прям все 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 было очень вкусно я бы выделила этот удон стелять крылышки крылышки десерт матча мать из запоминающегося было вот это вот это вот три блюда которые просто на просто я кушала их пробовала я понимала что у меня сегодня два блюда которые я хотел бы выделить и не только потому что это было вкусно а то и потому что это было еще очень интересно и это было можно сказать эксклюзивно это первое что мама вот эти штучки которые плавают бульон очень интересно насыщенному вкусу а макдайвер привет и второе что я бы сегодня отметил это крылышки потому что крылышки вообще я не высказался про них потому что сидели эти люди в кадре во-первых корочка на крылышках глазурь на крылышках обычно соусом вообще разрыв и мясо приготовлено отделяется то есть и все никакой киевси никакой вообще никто в плане прожарки и сочности мяса я хочу добавить я хочу добавить к словам артура к его выбору артура именно те эти блюда ради которых можно приехать сюда и просто попробовать то что они такие уникальные что их нет нигде это крылышки это в мама и это фондан я прям чувствую себя офигенно вот знаешь когда классно покушал вкусно покушал я прям чувствую себя так ну все день прожить не зря вы все видели сами внешний вид вкусовые качества оценила Настя и Женя и я верить нам или не верить это ваше личное дело едите и не всем пока всем пока пока